аккорды крауны олеоны филдеры аквы аксио все уже надоело и мы вообще стали забывать то что есть mazda и они параллельно стоит и honda и nissan am делают интересные автомобили и сегодня к нам сети заплыла две машины это mazda акцелла на гибриде и mazda акцелла в кузове хэтчбэк встречайте ребят начнем с младшей акцеллы это она в кузове хэтчбэк у нее полторашечный мотор 111 лошадей и она идет на автомате не на вариаторе для очень многих людей это большой плюс потому что очень многие звонят и говорят я не хочу вариатор предложить что-нибудь на автомате а сейчас на автомате просто на пальцах одной руки можно считать машины которые остались и оказывается там mazda акцелла в кузове хэтчбэк стоит полторашка 111 лошадей также есть двушечные версии есть 2 и 2 175 лошадей дизель две турбины пузов очень интересный честно говоря мне хэтчбэки нравится немного больше чем седаны да мне немножко обидно что тут нету гибрида но именно внешне и по салону хэтчбэк вообще интересная машина старшая акцелла идет с двухлитровым мотором с гибридная установка от тойоты на 60 киловатт она взята с приуса 30-го и идет на планетарке они ее называют механическим каким-то вариатором но это планетарка вот в общем мазда запартнерились тойота и сделали гибрид на своем бензиновом моторе и просто туда никеле гидридную батарейку поставили получился гибрид вот в общем очень неплохо едет классно 2 литра 99 лошадей мультимедиа у mazda вообще сейчас просто бомба у тойота ничего подобного нету выглядит прикольно бюджеты вообще адекватно я знаю под видео будут писать очень много комментариев зачем эти акцеллы когда есть mazda 3 на левом руле а некоторые варианты еще дешевле гибрида вы не найдете mazda делает его только для внутреннего рынка японии вы также не найдете полторашечные моторы на рынке россии поэтому я считаю что японцы засовывать самые лучшие агрегаты только для внутреннего рынка я в этом уверен никто меня не разубедит в этом давайте посмотрим что у нас под капотом у этой самой технологичной mazda это у нас mazda вский мотор sky active technology h и в общем тут и щуп у нас все в центре 4 цилиндра рядный мотор инвертор он прямо toyota ничего такого нету капот на таком ручном держатели что-то постоянно там глушится общем работает как гибрид то есть маз заявлял что не будет делать гибриды на эти пожалуйста вообще я считаю они правильно сделали то что за партнерились toyota и сделали гибрид потому что сейчас по моему у каждого производителя есть гибрид даже porsche уже гибрид идут mercedes и гибрид и они как айфон да они купили то есть айфон покупает линзы у sony делают камеры mazda красавчики сделали гибрид на тойотских технологиях и вообще помоют правильно если у тебя нет к технологии дорого разрабатывать ну купи и у соседа и всем хорошо и toyota и mazda и самое главное потребитель так давайте посмотрим что у нас в полторашечном хэтчбеке 111 сил автомат sky active все чистенько прикольный цвет аккумулятора вообще ничего такого нету очень много пустого пространства поэтому неудивительно почему сюда залазит 2 и 2 дизель очень много места все очень чистенько написано 0 в 20 масло лить но это вообще под гибриды не знаю но наклейка написано такая но я бы лил бы все равно по каталогу работает их цикатит потихонечку все нормально все ролики очень маленьких пробегать машины и это видно даже по подкакотом пространство тянет на самом деле нормально 111 лошадей вполне хватает этому весу ну конечно у вас будет полный салон будет просадочка но одному вдвоем кататься по городу будете сам красиво на дороге в своем каком-нибудь омске томске новосибирске хабаровске и даже в владивостоке люди поворачиваются я видел в пробке внешность я думаю это одна из самых главных фишек этих машин до гибридная установка это интересно но меня больше привлекает честно говоря внешность я гибридами сыт а вот такая вот внешностью седанов сейчас ее найти очень сложно я считаю третье поколение акцел очень красивая машина mazda 3 ладно тоже они красивые на левом руле жесткости кузова оптика маленький споли ротчик значки mazda стопы это какие-то полоски диодные очень все красиво очень все продумано в общем в мазе сидят правильные ребята которые придумывают отрисовываю дизайн эти машины реально замечают в потоке потому что все равно они третье поколение идет с 13 14 года и как-то люди то ли боятся то ли просто вот недавно разговаривали с ребятами ты взял по mazda и они говорят да не мы вообще как-то не думали мы хотели фита купить вот и люди просто почему-то боятся не знают промазду ничего это вот такие вот красивые машины очень технологичные в салоне очень интересны хэтчбек мне нравится больше но седан тоже мне нравится я бы купил бы не знаю вот если был бы гибридный хэтчбек я бы взял бы его первое что сразу же бросается в глаза это вот такой вот дисплей вы скажете что я хоть дурачок вообще что ты удивляешься дисплеем но у меня вся и просто чопорная какая-то навигация не туда зашили всю мультимедиа вообще управление там компьютером вообще просто все колл глаз режет опять же что у ниссанов что у мазы зачем кнопку сюда пробираешься через вот это вот все чтобы запустить но почему не сделать вот здесь либо как у тойоты справа очень удобно здесь как-то вот что-то вот пробираешься сюда вот и ребят сидя за водителем вы получаете кожаный руль похож на хондовский где есть все кнопочки есть круиз слева у вас управление треками также подключение мобильного телефона приборная панель которая вам показывает какая у вас стоит передача пробег в общем они сюда еще сколько у вас батарейки осталось каком настояние заряжена не заряженная сделали вот такую вот штучку это проекция то есть она смотрит такое зеркальце которая смотрит куда-то туда и отзеркаливает мне скорость но вопрос у меня рост 185 меня кресло в самом низу я не вижу я вот сижу я не вижу чтобы увидеть мне цифры мне нужно вот сейчас я вижу лишь не буду так ездить и она делал как бы но я пробовал машина как-то настраиваться она не настраивается и что делать вот так вот идея то крутая но она не настраивается и что делать очень высокое разрешение монитора и я вам серьезно говорю тот же краун он вообще даже рядом не стоял как все отрисовано mazda вообще молодцы селектор у нас здесь похож на как honda fit в гибридных версиях то есть приятно такой селектор очень интересно сделано в общем очень похож на фит пластик обычные разные то глянцевые то какой-то шероховатый в общем претензий нету так что у нас в бензиновом хэтчбеке первое отличие это то что у нас вместо скорости у нас по центру нам хэтчбек показывает обороты скорость в правом нижнем углу 66 тысяч пробег тоже здесь все разделено как и в гибридная цели только здесь нету там что у нас происходит с батареей сюда они вынесли что за передачи там включена вот в общем все схоже руль тот же самый слежение за полосой здесь вот у него камеры все есть обратите внимание то что в более бедных комплектациях 15 си у вас не будет монитора у вас не будет вот этого мультимедийного барашка у вас того не будет у вас просто тут будет подстаканник там еще кит кнопочки самые максимальные комплектации вы можете найти еще кожаные элементы в сиденьях велюровые вставочки у вас подогревы есть у вас есть адаптивный свет вот такие вот мелкие бонусы да давайте посмотрим багажник он здесь небольшой я знаю уже него батарея здесь между сидя ну в принципе как его еще во всех седанах тойотовских то есть батарея большая поэтому ее еще нужно умудриться спрятать багажник небольшой поэтому сюда комплект колес даже не думайте вы не засунете в общем какие-то пакеты там с магазина сумку тренировочную засунете вот ну что отдали дань гибриду отдали дань экономии поэтому не рассчитывайте здесь возить что-то большое многое часто так а вот у нас и хэтчбэк здесь у нас запаска почему-то вытащена еще места много есть вот такая вот еще штукенция можно откинуть сиденье и у нас получится очень много места проверяли домкраты когда забирали со склада обязательно чтобы все доехала запаску да тут как-то проблемное положить будет поэтому мы не будем засовывать гель компрессор в общем кто хочет позаниматься шиномонтажом все здесь для этого есть в общем хэтчбэк в плане перевозки чего-то вам очень сильно поможет пока сюда положим 5 колесико ребят на место много даю гарантию можете много положить и даже спать задвинуть сиденья вперед кинуть матрасик на море сможете переночевать ребят езду приехали поснимать на наш картодром змеинка будем тут тестировать акцелы только без дрифта но посмотреть вообще как рулится эти машины так ну что первый у нас это мы едем на хэтчбэке здесь 111 лошадей на автомате и здесь он немножечко такой затяжной у него старт вот но рулится он отлично как и акцела на гибриде мне тоже понравилась очень рулежка у них ну и соответственно у mazda 3 наверное маздоводы подтвердят что в общем эта машина очень острая на руль и в принципе управлять и очень комфортно кайфово набирает быстро скорость прямо здесь правильный ручник и хочется его дернуть но в дрифт мы не войдем в общем еще знаете хочу отметить то что здесь очень взбитая ходовка и что на бюджетных автомобилях прям не но очень редко встретишь на акве она не такая на фите она не такая и здесь приятно удивило акцела которая в принципе тоже это бюджетный автомобиль еще от mazda которую многие уже списали со счетов то что они не делают нормальной машины но здесь в плане ходовых качеств эту машину вообще удивляет и здесь все очень приятно здесь приятный салон она классно рулится она хорошо отрабатывать неровности здесь по шумке здесь ну чуть чуть повыше чем в каких-то там аксио наверное где-то как олеон в общем эта машина получает свои заслуженные четыре балла по пятибалльной шкале в своем сегменте она очень достойно когда садишься за гибридную акцеллу это тоже самый prius здесь 99 лошадей хотя здесь мотор на 200 кубиков побольше чем у prius а но тоже самое то же самое тяга все тоже самое по ощущениям от набора скорости вообще ничем не отличается от prius а поэтому не ждите здесь каких-то отличий от 2zr 99 лошадей который стоит в prius а в 30-х и в альфа все то же самое хочу опять же отметить это как она рулится вообще отлично маздоводы на левом руле владельцы mazda 3 напишите ваши комментарии действительно ли все ли хорошо здесь рулежкой либо может быть просто если пересел встает и как бы мне тут что-то кажется ходовка отрабатывает очень хорошо нету никаких люфтов каких-то громыханий ничего нету под колесами я этого не чувствую вот в поворот заходим без крена в общем развесовка все у этой машины все хорошо заходовку я не знаю что они там делают свои мазде блин но у тойоте надо поучиться у фитов у аккордов у шаттлов у них в принципе но все хорошо но у тойота бывает садишься в какой-нибудь допустим 161 филдер и ты там что-то там слышу вообще как что работает ходовка не такая взбитая хотя бывают пробеги 30 тысяч 25 вот и по состоянию новую машину но просто как-то не так настроено может быть не хватает каких-то сайлент-блоков и здесь просто больше но по ощущениям это мазда вот прям впечатляет мой сайт даже так не рулится и ходовка мне кажется что он так не отрабатывает может быть я просто не ездил на мазде у меня была rx8 и она тоже очень круто рулилась она очень круто ехала но это вообще другая машина и в 2003 году я уже понял то что мазда 2003 года было что они там что-то понимают как делать машины в общем сейчас даже в современных автомобилях от mazda вы можете купить технологичный очень комфортный автомобиль который еще и хорошо выглядит все ребят что по ценам хэтчбеки которые мне очень нравятся прямо кайфу от элементов кузова вообще цены начинаются примерно от 750 тысяч рублей но за мультимедиа сразу будьте готовы отдать больше здесь пробег 66 тысяч бюджет 915 тысяч рублей дороговато согласен но как бы взять prius а либо мазду уже вот здесь вот весь город на prius ах вы можете купить хэтчбека по акцелла здесь все намного пошире в кузове седан у нас две недели назад забрал клиент акцеллу полторашку передний привод не гибрид соответственно она ему вышла в 800 тысяч рублей вот такая вот двухлитровая гибридная акцелла с пробегом 130 с мультимедией с хорошим состоянием кузова вообще в целом в хорошем состоянии она вышла в девятьсот десять тысяч рублей то есть примерно хэтчбек и двухлитровый гибридный седана не стоит одинаковых денег выбирать вам я бы выбрал бы наверное гибрид очень интересно тем более тойотовская установка вот и красивая машина очень интересно их мало ездить по городу то есть внимание будет все ваш если вы все-таки в живете активным образом жизни ездить на тренировки там вас постоянно какие-то вылазки на природу какие-то шашлычки возьмите себе хэтчбека будет туда загружать много коробок в общем все что угодно можете грузить и вам эта машина вашей активной жизни будет играть активную роль ребят мне очень понравились акцеллы мое сердце тронул что хэтчбек что седан даже полторашка передний привод к нам клиент приезжал под офис мы посмотрели прокатились вообще очень интересная машина и он кстати говоря слез с прадика ливарукова 150 2 и 7 и он был очень впечатлен написал нам отзыв человек вообще реально эмоциях я вообще не ожидал то что mazda произведет такое впечатление на человека который следствует сам факт в общем ну что когда к нам будут звонить клиенты и говорить ребят у меня 700 800 900 тысяч рублей порекомендуйте мне конь седана мы рекомендовали какие-то гибридные аксио мы рекомендовали премию олеон и сейчас мы будем рекомендовать акцелл это очень интересные красивые машины ребят в общем хотите что-то выбрать в маздах звоните нам подпишитесь поставьте лайк пока компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставке растамаживанию и отправке по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля а